Добрый день! Открытые, открытые уроки, давайте вместе повторим эти строки. Юные инспекторы расскажут обо всем. Открытые уроки, все вместе проведем. Для начала давайте определимся, для чего нужны такие игры. А у нас рубрика «Автословарь». Игры по безопасности движения. Это применение теоретических знаний в практических действиях детей на дороге. Они помогают в простой игровой форме познакомить ребенка с правилами безопасного поведения на улицах и дорогах. В процессе игр закрепляются и совершенствуются навыки. Умение действовать непрерывно в изменяющихся условиях. Наилучшим образом реагировать на неожиданную новую ситуацию. Так давайте играть! Игра «Три сигнала». Для проведения этой игры нужны три карточки, покрашенные в три цвета светофора. Регулировщик показывает ребятам, выстроившимся перед ним шеренгу, попеременно одну из трех карточек. Участники игры при виде красной карточки делают шаг назад. При виде желтой стоят на месте, при виде зеленой смотрят налево, затем направо, снова налево и делают два шага вперед. Побеждает тот, кто ни разу не ошибся. Игра «Продолжи ряд». Водящий обращается к кому-либо, кому бросает в руки мяч. Назови шестое и перечисляет, например, пять видов транспортных средств. Тот, кто поймал мяч, быстро отвечает. «Кто я?» Подготовка к игре. Знаки дорожного движения. Каждый наносится на карточку. Игрок в случайном порядке тянет карточку и, не глядя, показывает ее остальным игрокам. Игрок задает вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». Например, загадан знак «Въезд запрещен». Игрок может задавать вопросы о форме, цвете, изображению внутри знака, месте его размещения и так далее. Победил тот, кто угадал первый. Игра «Цепи». Дети делятся на две группы и встают друг напротив друга. Первая команда объявляет, за какую группу дорожных знаков она сейчас играет. Например, предписывающая группа знаков. Игрок из противоположной команды громко и быстро объявляет, какой он знак, и выбегает навстречу команде соперников. Если знак, за который он играет, не относится к этой группе, команда его не пропускает, и игрок возвращается на место. Если же относится, его должны пропустить. Команде, которая ошиблась, присуждается штрафной балл. Игра продолжается. Игра «Пойми меня». Сначала игрок показывает на пальцах, сколько слов в задании, а затем начинает изображать любое слово, словосочетание или фразу на тему дорожного движения, посредством пантомимы, объясняя загаданное слово остальным участникам игры. Отгадывающие могут задавать игроку любые вопросы, просить игрока показать синонимы, перечислить любые появляющиеся варианты. Но помните, ведущий не должен произносить ни слова. Можно использовать только мимику, жесты, движения. Игроку, который первым назовет загаданное слово или фразу, предстоит в свою очередь, таким же образом объяснять следующее задание, которое даст ему предыдущий-ведущий. Можно заранее подготовить карточки с заданиями, а игроки будут вытаскивать их наугад. Теперь мы знаем, что игры могут быть не только развлекательными, но и познавательными. Учитесь, играя, и будьте внимательны на дорогах. А у нас есть задание. Оформим в классе уголок безопасности движения. И пришли фото на портал сокла.ру. На этом наш урок закончен. До свидания, ребята! До новых встреч! Все вместе проведем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok